Великолепная пятерка в новом восьмом созыве фракции не 4, а 5. Новички в ЭКЗС коммунисты России настроены решительно. Фирменный знак тому свидетельства об альянсах пока не говорят, видимо, рано. Мы на данный момент будем служить таким своеобразным маятником, мостом между партией Единая Россия, между партией КПРФ и выстраивать конструктивные отношения. Это хорошо, что в этом созыве у нас нет большинства. Это значит, что все будут друг друга не только слышать, но и слушать и находить компромиссные решения на благо жителей Алтайского края. В этом руководители фракции оказались солидарны еще до начала сессии. Мы готовы к конструктивному объяснению нашей позиции. Мы за развитие региона. Может быть, подлиннее будут проходить заседания фракции, заседания комитетов для того, чтобы найти простое большинство в решении вопросов, которые жизненно важны для территории. Да, сейчас мы будем находиться, как всегда, в конструктивном диалоге со всеми фракциями законодательного собрания, в том числе и на предмет нашей законотворческой деятельности. КПРФ в этом созыве приобрела. Ее ряды в ЭКЗС пополнились. Собственно, именно они предложили своего кандидата на должность председателя законодательного собрания. Орг. комитет будет предлагать кандидатуру Александра Алексеевича Романенко на должность руководителя парламента краевого. Мы будем предлагать свою кандидатуру Кропотину Юрию Борисовичу. В прениях по вопросу избрания спикера депутаты не скупились и на критику, и на похвалу. Сергей Приб, к примеру, не только хвалил Александра Романенко как опытного политика, но и высказывался в отношении Кропотина. Цитируем, если избрать его на пост председателя, это как человеку, управляющему авто, дать управлять космическим кораблем. Соратники Кропотина тут же взяли слово. В Алтайском крае проблем тьма, как преобразование, он перечислился, здравоохранение, и спорт нужно поднимать. Александр Алексеевич, развал 5, 6, и до сих пор эти проблемы в Алтайском крае стоят, не решены. Мне кажется, однозначно нужно принимать решение, что нужно что-то менять. Не обошлось и без ныне депутата Госдумы Марии Прусаковой. Слово она себе буквально выбила после долгих разборок с председательствующим Александром Лазаревым. Кандидатура предложена фракцией КПРФ. Абсолютно сегодня компетентна и уверяю вас, что законодательное собрание под его руководством только приобретет. То, что касается кандидатуры Александра Алексеевича Романенко, то здесь можно сказать следующее. Мы его делаем. Зайф он большой профессионалом в политической жизни Алтайского края. Но есть определенные моменты. Человек, который может, если можно подавить силы, он подает. Я надеюсь, что мою, как бы скажем, такую критику вы не восприните личную обиду, а восприните все-таки как критику. По итогу Евгения Боровикова кандидатуру Романенко поддержала, как и еще 40 депутатов. 25 отдали голоса представителю КПРФ. Избранный спикер поблагодарил всех и обещал быть лояльнее. На вопрос, волнуется ли перед обсуждением бюджета края, ответил, что не волнуется уже давно. Другой вопрос, что вот ту категорию наших коллег, которые только пришли, нам надо быстренько их подготовить, быстренько обучить основным элементам бюджетного процесса, налогового законодательства. Я очень надеюсь, что мои коллеги-депутаты, я еще раз говорю, несмотря на политический интерес, все-таки примут документ тот, который нам нужен действительно для реализации наших задач. Добавлю, что реализовывать задачи спикеру ЭКЗС будут помогать два вице-спикера. Единоросс Денис Голобородько и тот самый Юрий Кропотин из КПРФ. Татьяна Голубева, Вадим Быстрецкий. День с толком. Спасибо.